Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Еще одной зеленой зоны станет больше. К борьбе с незаконной торговлей подключились казаки. Не строить, а создавать еще одну уютную аллею? Глава Анапы отозвал документ, по которому под спил должны были пойти тополя на Пионерском проспекте. На их месте могли вырасти очередные строения. Но Сергей Сергеев запретил строительство и потребовал благоустроить проход к морю. Кто принял решение, что эти тополя изжили свой век и должны уйти под спил? Глава Анапы заставил приехать на место своих заместителей и самим убедиться. Здесь должна быть зона отдыха, а не очередной магазин, кафе или гостиница. Вот это что такое? Их попилить надо, эти деревья? Вы что творите? Ну вот там, тогда напишите, выборочно, одно дерево. Я не против. А остальное, что вы делаете? Здесь надо наметить план благоустройства. Люди идут к морю покрасить, заставить вот этих собственников привести в порядок, поставить человеческий забор. Чтобы летом здесь было красиво. И вот здесь поставить лавочки, хотя бы пять штук на всем протяжении. А дать эту аллею под стройку – настоящее предательство. Сергей Сергеев уже не раз говорил. На общих совещаниях все болеют за город и ратуют за порядок в нем. Так почему же так быстро сдают позиции? Право принять кадровое решение мэр Анапы оставил за собой. И потребовал наказать тех, кто готов был подписать разрешение на спил деревьев. Ни одна заявка, которая может нанести вред благоустройству и озеленению, не должна быть одобрена. И в продолжение темы строительства. Ограничить строительство высотных зданий, внеся соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Над выполнением поручения главы Анапы работает Управление архитектуры. Чем ближе к курортной зоне, тем ниже должны быть здания. Мы разработали предварительный материал для внесения изменений в правила землепользования и застройки по ограничению этажности в курортной части нашего города. Так, например, в первой курортной зоне Пионерского проспекта, это от Пионерского проспекта до пляжей, нами запланировано ограничение этажности в четыре этажа. От Пионерского проспекта в сторону объездной дороги запланировано ограничение этажности в шесть этажей. Ну, это предварительные данные. Они уже должны будут пройти проверку, согласование с компетентными органами и в дальнейшем вынесены на Совет муниципального образования городского города Анапы. В преддверии новогодних праздников дополнительные меры безопасности в местах массового скопления людей просто необходимы. Городской театр с этой точки зрения готов принять своих гостей и особенно детей в период зимних каникул, обеспечив им полную безопасность. Охрана на входе проверяет каждого посетителя, выявляет запрещенные предметы. 20 видеокамер следят за всем происходящим вокруг и внутри театра. Здание городского театра вошло в программу «Анапа. Безопасный город» пять лет назад. За это время сделано немало. 8 камер следят за тем, что происходит снаружи и 12 внутри. Городской театр – это одно из учреждений культуры, в котором почти каждый день собирается большое количество зрителей. Конечно же, безопасность на первом месте. Когда детки приходят сюда, родители всегда волнуются. Но когда установили сейчас дополнительно еще пять камер, стало немножко легче. На днях установили пять видеокамер в зрительном зале, которые позволяют в режиме реального времени следить за происходящим. По словам Татьяны Залеской, система видеонаблюдения – необходимый инструмент. И себя уже оправдала. Один из примеров хочу привести. Шло мероприятие, родители находились вместе с детьми в зале. Но малыш выбежал в фойе и потерялся. Конечно, наши сотрудники оперативно отреагировали, подошли к ребенку. Где мама, где родители, где папа. Они находятся в зале, но он не может их найти. Мы приблизили наше видеонаблюдение. Нашли родителей. Они сидели на седьмом ряду. Пятое, шестое, седьмое место. Пригласили маму выйти. И счастливая семья посоединилась. В предстоящие праздничные дни гости смогут не только приятно провести время, но и чувствовать себя в безопасности. Анапа по праву может считаться самым безопасным городом России. Городские власти намерены продолжить выбранную политику. Незаконная торговля активизировалась в преддверии новогодних праздников. Управление муниципального контроля ведет мониторинг территории курорта, пресекая факты торговли не сертифицированной, а значит опасной для здоровья продукции. На улице Краснодарской в районе супермаркета «Пятерочка» торговля фруктами велась с багажника автомобиля. На предпринимателя, желающего быстро заработать перед праздниками, составлен протокол. На восточном рынке торговля на тротуаре долгое время была в порядке вещей. Регулярные штрафы слегка приводят в чувство нелегальных торговцев. Водитель четверки после выписанного ему протокола поспешно свернул деятельность. Выявлен факт, торговали фруктами прямо с тележки. В попытках собрать фрукты и избежать административного наказания торговец несколько раз пытался переехать тачкой сотрудника муниципального контроля, а после товары поспешно пришлось переносить вручную. Еще одна нелегальная металлическая конструкция, обрастающая коробками с товаром, находится на улице Ленина в районе памятника «Три свечи». Предоставить разрешительные документы и паспорт для составления протокола сотрудникам управления мунконтроля реализатор отказался. С появлением участкового полицейского торговец попытался найти оправдание незаконной деятельности. В Анапе действуют прозрачные правила предоставления мест под нестационарную торговлю. Предпринимателям необходимо пройти предусмотренную законом конкурсную процедуру. Для реализации новогодней продукции, в том числе фруктов, перед Новым годом управлением торговли выделено более 20 торговых мест. И, как показывает практика, нелегальную торговлю в большинстве своем ведут приезжие из других регионов. И в продолжение темы. Еще один сезонный продукт, который в эти дни пользуется большим спросом – рыба. Торговля хамсой, селедкой, барабулей на пересечении улицы Астраханская-Терская ведется прямо с земли. На бывшей клумбе лежит деревянная доска, на ней тазики и подносы. Покупатели не смущают, что товар находится на открытом воздухе. Мимо проезжают десятки автомобилей, окутывая рыбу выхлопными газами и пылью. Сотрудники муниципального контроля предупреждают – торговле здесь не место. На улице Крымской, 181, возле магазина «Магнит» торговля рыбой ведется сразу в двух местах – с борта грузового автомобиля и на пластмассовом столике. Желающих приобрести рыбу хоть отбавляй, только в присутствии сотрудников муниципального контроля продавцы отказываются вести свою предпринимательскую деятельность. Предпринимателям придется заплатить штраф. Еще одна деревянная конструкция с рыбой была обнаружена на пересечении улиц Пушкина и Вана Голубца. Прямо за остановкой выставлено несколько контейнеров с хамсой, селедкой и креветками. Реализатор поспешно связывается с хозяином точки и торговлю сворачивают. Только за три недели декабря сотрудниками муниципального контроля составлено 95 протоколов в административном правонарушении. 40 предпринимателей привлечены к ответственности за нарушение правил торговли. Все материалы переданы на межведомственную комиссию, которая определит сумму штрафа. В канун новогодних праздников город и сельские округа запланили торговые точки, реализующие елки, фрукты и праздничную атрибутику. Сотрудники двух управлений муниципального контроля и торговли ежедневно проводят рейды и выявляют нелегалов. К работе подключились и казаки. Сотрудничество эффективное и уже дает положительные результаты. За два дня работы составлено десяток протоколов об административных правонарушениях. Но самое главное – незадачливые торговцы освобождают муниципальную территорию и приводят ее в порядок. Официально в этом году в Анапе и районах открыто 20 площадок по продаже новогодних красавиц. Торговые точки должны иметь подобающий вид. Деревья должны стоять ровными рядами за специальными ограждениями, не мешая прохожим. Продавцы должны обеспечить чистоту и порядок вокруг точки. На пересечении улиц Промышленная Астраханская торговля хвойными деревьями ведется прямо на газоне. Часть деревьев свалена в кучу, а другая стоит вдоль тротуара. Для составления протокола был вызван участковый оперуполномоченный. За пару дней работы нелегального елочного базара от некогда зеленого газона осталась лишь грязная вытоптанная земля. Сюда осыпавшиеся хвойные иголки и мусор. Самодельные подставки и подрубка деревьев производятся здесь же. 22 декабря по инициативе муниципального контроля был совершен мониторинг территории совместно с городским казачьим обществом. Люди в форме производят на нелегалов благоприятное действие. Сразу начинается уборка территории. На улице Амельково в районе памятника «Три свечи» убран еще один несанкционированный елочный базар. А также остановлена торговля фруктами и овощами. Сотрудники управления муниципального контроля совместно с казачеством потребовали реализатора собирать елки и произвести уборку газона. И вот она нарядная на праздник к нам пришла. В Анапе начали работать елочные базары. О том, как выбрать себе главное украшение Нового года и не прогадать, выясняла наша съемочная группа. Традиция ставить и украшать елки зародилась в Германии около 500 лет назад. Теперь редко какой Новый год обходится без зеленой красавицы. Но если раньше для того, чтобы порадовать домочадцев, приходилось брать топор и идти в лес, то сейчас достаточно просто прийти на елочный базар и купить себе украшение по вкусу и по карману. Последняя неделя перед Новым годом – время традиционной суматохи, выбора подарков и ожидания чуда. Главное украшение праздника – ель анапчане выбирают придирчиво, благо выбрать есть из чего. Елочный базар в станице Анапской около Вечного огня уже работает в штатном режиме, без выходных, и предлагает широкий выбор елок на самый взыскательный вкус. У нас один из крупнейших рынков в Анапском районе. У нас более сотни елок. Выбор очень большой. То есть от маленьких до высоких, пушистые, красивые елки. Можем выбрать на любой вкус. То есть у нас есть Дед Мороз со снегурочкой, который радует наших посетителей и веселят. Понравившуюся елку мы также можем доставить по адресу, за приемлемую цену. За зелеными красавицами стоит доброе сердце. Часть выручки от продажи елок пойдет на благотворительность. Инициативу поддержал глава Анапского сельского округа Валерий Шутилков. При содействии главы Анапского сельского округа мы проводим акцию. Часть вырученных средств от продажи елок мы отправляем в детский дом поселка Юровка. Анапчане многообразие новогодних красавиц уже оценили. Вера Никифорова с мужем обошли весь рынок и приобрели елку именно здесь. Привлекла выгодная цена, дешевле, чем на городских базарах. Да и качество радует. Говорят, ставят елку каждый год, но в Анапе впервые. Мы здесь будем в этом году на этой земле, в этом краю первый раз отмечать Новый год. Мы приехали с Дальнего Востока. Как признается Вера, по снегу они с мужем не скучают. Это не самое главное. Главное, чтобы было хорошо вокруг, чтобы были хорошие соседи, хорошие люди. Поэтому нам здесь хорошо, нас хорошо встретили, нам здесь уютно. Спасибо. На елочном базаре у Вечного огня на приобретенную ель сразу бесплатно можно установить крестовину, а также упаковать. Развлекают горожан Деды Морозы и Снегурочки, которых, к слову, можно заказать и на свой праздник. В программе также аквагрим, огненное шоу и многое другое. Всех жителей города-курорта Анапа и гостей города-курорта Анапа поздравляем с новогодними праздниками. Приглашаем. Приходите, выбирайте. Самое главное украшение праздника – елочку. Приходите и выбирайте. Будем очень рады. А завершит выпуск прогноз погоды. В четверг, 24 декабря, в Анапе пасмурно с прояснением. Небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 10-11 градусов. Ночью до 10 градусов со знаком «плюс». Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». За квадратный метр на первом и последнем этажах в подарок 2016 рублей. Акция 2016 действует только до 31 декабря 2015 года. Новая квартира по привлекательной цене. Все новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова